Загрязнение канализационными стоками прохода к морю в Суко для одних стало скандальной новостью, а для других внеурочной работой по ликвидации последствий. Вместе с Роспотребнадзором администрация курорта не только организовала, но и практически своими силами выполнила дезинфекцию территории, в то время как ее собственники просто продолжили устанавливать забор. С докладом о ситуации перед депутатами выступает заместитель руководителя Роспотребнадзора. Причина загрязнения в аварийных очистных и превышение лимита сбросов. В чем трудность? Министерство обороны, Роспотребнадзор не осуществляет надзор о соблюдении всех законодательств на объектах подлежностных Министерств обороны. В 2016 году и в 2017 году мы сразу написали военному прокурору и главному государству санитарным врачу Южного округа, сразу информировали их об этих нарушениях. По информации Роспотребнадзора, именно администрация города подала иск в суд с требованием запретить ведомственной коммунальной компании выдавать технические условия направо и налево, превышая проектную мощность очистных и обеспечить их нормальную работу. Но результата нет до сих пор, как и во всех вопросах с ведомственными коммуникациями. Муниципалитету приходится буквально биться. Представитель филиала жилищно-коммунального управления Минобороны может рассказать все о процессе установки забора в проходе СУКО. А на вопрос, когда очистите свою же территорию, оперируют понятием «наша хата с краю». Депутат Леонид Краснорудский, 17 лет, работает в СУКО и имеет все основания сказать. Такое отношение собственника – повод для работы юристов. Сейчас мы наблюдаем ситуацию нерационального использования, я бы сказал, даже вред, принесенный вашим учреждениям, как пользователям земельного участка, нашему городу. Очень трудно финансово даже оценить. Вы про какие у нас эти территории? А вот как раз о территориях, где был разлив канализации. Вот так его я вам только что доставил. Сейчас нужно там, я прошу прощения, определить сервитут и в этом сервитуте определить ответственность за эту территорию. Кто и в какой степени несет ответственность и по каким вопросам. По санитарной очистке, по канализации, по содержанию, по освещению, по безопасности. Вот, мне кажется, решение этого вопроса. Мы готовы выступить с инициативой наложения сервитута на земельный участок Министерства обороны. Хотят они этого или нет. Вопрос серьезный. В нем должно быть полное взаимодействие всех ответственных служб. Критика на комитете звучала в адрес всех – администрации, арендаторов пляжа и собственников прохода. У нас единое общее дело – качественно обслуживать отдыхающих. Любого уровня, кто бы это ни приехал. Отдыхающие Министерства обороны, дети или просто граждане России. Поэтому мы должны сохранить тот проход, о котором мы говорили, к морю сервитут. Во имя, еще раз говорю, тех людей, которые приезжают, независимо от принадлежности ведомственно, это просто граждане России. Совместно, если сейчас сложно делать Министерство обороны, собирать средства для того, чтобы там провести дезинфекцию, очистку этой пляжной территории. И люди, которые бы отдыхали, получили нормальные условия отдыха и пребывания на Анапе. Ситуация в СУКО остается на особом контроле. Еще одно решение депутатов – потребовать от федерального ведомства обратить внимание на проблему и начать модернизацию сетей.